Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Привет! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню! Сегодня я жду гостей. Вы, наверное, уже посмотрели предыдущее видео, где я готовила салат. А может быть, еще не видели, может, еще увидите салат. Осетинские пироги. А на горячее у меня будет... Что у меня будет? У меня будет гуляш. Если честно, я не очень люблю готовить из говядины на праздничный стол. Потому что мне кажется, что это блюдо из говядины, они выглядят на столе, на праздничном столе, выглядят, ну, не очень празднично. Меня очень часто пишут в комментариях, вот, вы всегда эту курицу, 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 вы там, типа, куда-то еще не начали. На самом деле, курица, когда ее обжариваешь, подаешь ее, там, на листиках салата или еще что-то, красиво украшаешь, она смотрится красиво, понимаете? Подача курицы очень красива. А подача говядины не очень. Красиво подавать свинину, отбивные, например, можно положить, или запечь в духовке целиком, кусками резать. Говядина – это не то мясо, которое можно приготовить таким способом. В основном мясо, что тушат, маринуют, шашлык, знаем, все не только из свинины, но и из говядины, из баранины. Но сегодня у меня не праздничный ужин, просто, просто ужин, просто придут гости, поэтому я буду готовить тушеное мясо а-ля гуляш. На гарнир еще не придумала, что я буду делать. Наверное, скорее всего, даже будут макароны, потому что у меня картошки мало, картошки не хватит. Рис я что-то не очень хочу. Макароны. Давно не ела макароны сама. И я думаю, что гости мои от макаронов не откажутся. Так, что мне понадобится? Это лук, говядина кусок, всякие разные специи. Все это мы увидим в процессе приготовления. Ну а сейчас что? Мясо у меня уже помыто. Будем нарезать мясо. Мясо мне нужно нарезать небольшими кубиками. Так, ну давайте нарежем мясо. Я его буду нарезать вот так вот волокнами поперек. У меня мясо немножко еще подмороженное. Поэтому, когда я его буду обжаривать, будет много сока. Каждый такой кусочек я нарежу на такие вот брусочки. А уже из брусочков нарежу квадратики. Вот такие вот будут кусочки. Не очень крупные, не мелкие. Но я надеюсь, что достаточно быстро это мясо приготовится. И так все нарежу. Мясо я нарезала вот такими вот брусочками. И теперь мне нужно нарезать лук. Лук я буду нарезать не очень мелкими кубиками. Слышите, как у меня там дети за окном бегают по двору? Сейчас закрою окно. Это очень шумно. Две небольших луковицы. Лук нарезала. И теперь нарежу чесночок. Не очень мелкие, не очень крупные. Смешивать их не нужно. Так, готово. Теперь приступаем к обжарке. Обжаривать буду лук и мясо отдельно. На вот этой сковороде я буду обжаривать лук. Потому что потом туда же сложу мясо. Потому что тут высокий бортик. Ну а здесь я буду обжаривать на этой большой сковородке. Буду обжаривать само мясо. Немножко сюда добавляю масло, на чем обжаривать. И когда сковородка нагреется, буду выкладывать сюда мясо. Так, сковородка достаточно накалилась. Масло. И выкладываю сюда мясо. А на вторую сковородку выкладываем лук. Вот это отдельно обжариваем. Я хочу, чтобы из мяса вышел весь сок. И кусочки обжарились мясо. У меня сильный огонь. Там очень сильный огонь. Лучок начал уже поджариваться. И добавлю сюда чесночек. Чтобы он тоже обжарился. Жидкость вся из мяса испарилась. Вот видите. Начинается сама обжарка мяса. И сейчас самое время добавить сюда специи. Горячее масло. Значит, что я добавлю? Я добавлю мили-сунели. Я добавлю сюда перец чёрный. И я добавлю сладкий перец. И всё это обжарим. О, такой запах пошёл. Изумительный. Отлично. И теперь я сюда добавлю муку. Тоже надо обжарить. И быстро мешать, чтобы тоже комочков не было. Так. Ну, я добавила одну ложечку. Сейчас посмотрю. Наверное, ещё чуть-чуть. Так. И теперь я добавляю томатную пасту. Вот у меня такая была замороженная. Вы можете использовать томатный сок идеально. Можно развести томатную пасту. Что ещё? Сырой помидорчик. В общем, всё, что вам угодно. Так. И надо теперь... Сейчас чуть-чуть обжарим томат этот. Чем самую малость обжарим. Так. И теперь я сюда добавлю немножко жидкости. Я добавлю сюда горячей воды. Добавила водички. Буквально 50 миллилитров. Так. Хочу, чтобы вот эта вот вся вкуснятина со стенок, чтобы она вся собралась сюда мне, в сковородку, к мясу. Так. Теперь всю я эту вкуснятину, я переложу сюда к луку и чесночку. Кастрюля, эта сковородка глубокая, в ней будет удобно готовить. Так. Теперь-то всё с луком перемешается и будет тушиться. Так. Настало время посолить. Наверное, вот чайной ложки будет достаточно. И чтобы не было кисло от томата, я ещё добавлю сахар для баланса вкуса. Так. Ещё знаете, что я добавлю? Я добавлю лавровый листочек сюда. Всё, оставляем это тушиться. На час примерно. Сейчас медленный-медленный огонь сделаю. И час это будет тушиться. Я хочу, чтобы мясо было как можно мягче. У меня очень медленный огонь. И крышкой я накрывать не буду. Надо, чтобы мясо всё было покрыто жидкостью. И постепенно оно, чтобы жидкость постепенно выпаривалась. Ну, вот такой вот гуляш у меня получился. Я его с макарончиками. Такой вот симпатичненький. И будем его с салатиком кушать. Всем приятного аппетита. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.